Всем привет! В силу того, что у меня не случилось круиза, сначала из-за льда где-то там, на Куйбышевском, если правильно вспомнила, водохранилище, смотрю в камеру, вдруг кому-то надо. И ещё, видимо, когда я смотрю в камеру, то некоторым людям хочется увидеть мои зубы, чтобы потом не отыкнуть этими зубами, что они типа молочные. Но мне так кажется, не знаю, может быть, это по-другому вообще воспринимается. Я такой тут дико паранойик, да, вот я тут вся такая, как Аленка сказала, что по-весеннему такая летняя. У меня тут и колечко-то со стрекозой, и браслетик-то со стрекозой, и ногти-то у меня даже накрашенные были. Короче, в силу того, что у меня круиз отвалился, а потом вроде как перенёсся, с 28-го сегодня я должна была уплыть по Волге вниз или вверх, не знаю уж куда, где там нижний Новгородсказание находится. Короче говоря, в силу того, что на Куйбышевском сначала случился лёд, потом где-то там случилось воды дофига, наводнение, потопление, как оно, я забыла, когда воды дофига. Ну и, в общем, то, что сначала перенеслось якобы на 5-е, на 6-е-11-е мая, оказалось совершенно другой рейс, через Углич идущий, а я в Угличе как бы живу, нафига мне в Угличе ещё и через Углич проплывать. Ну и, в общем, круиза у меня не случилось в этом году, но, возможно, у меня случится Питер в конце мая. Вот, впервые озвучиваю видео, об этом узнает полтора человека, ну, грубо говоря, четыре. Не буду пока ничего говорить, потому что, может, опять всё сорвётся, и я не удивлюсь, если всё сорвётся, потому что вот тут планировал-планировал, и всё накрылось медным тазом. Ну и я так как бы купила билет, и ещё в Ярославль, чтобы уехать вот на 13.30, чтобы там на 6 часов зарегистрироваться, в 7, сесть и 8 отплыть, да, от Ярославля, на этот самый, как он там, теплоход «Родная Русь», который так у меня всё не состоялось. А билет я купила, и вот буквально через 2 часа узнаю там в контакте от нашего тургентства, что вот такая оказия круиза не случится. Ну, деньги мне, соответственно, вернут, потому что путёвку аннулируют, потому что эта вина не моя, вот так вот погода сложилась. А билет у меня остался, конечно, можно было его как бы сдать и получить бабло, не знаю, как там вообще сдаётся, он сейчас не сдаётся, может там за минусом какое-то бабло получить. Короче, а я что-то так подумала, я уже полгода где-то примерно не была в Ярике, думаю, и с Аленкой мы уже договорились, что я приеду, мы немножко, там пару часов где-то с Аленкой и Настей, с Настей тоже не случилось, Лукьяновой. Погуляем, вот потом я, значит, отплыву, а они пойдут домой. Или отойду, или как там это на теплоходе, я уж не помню, как там теплоход ходит, да, уйду на теплоходе, куда-то там. Ну, и мы с ней уже договорились утром того, кажется, дня, когда я билет покупала, и вроде как я просто написала, что вот круиза не случится, но я могу приехать. Ну, в смысле, всё равно собралась приехать уже, да, и могу на последнем вернуться. Вот на последнем я вернулась. Туда ехала на такси, обратно на такси. Одно такси нормальное, другое такси типа дешёвое, но не буду говорить плохого видео, потому что это ужасное такси. Даже рекламу, антирекламу давать не буду, но я впервые так ехала. Видимо, такси, созданное в Угличе, одно такси, которое нанимают на работу очень сильно пенсионеров мужеского пола, которые хочут, но не могут, смотрят по сторонам, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, едут очень медленно, короче, негативное всё такое, и учитывая, что у меня тут куча всяких заморочек было, и я дико такая уставшая, и морально-физически, и жуть вообще, я даже не знала, как я на этом теплоходе поеду. Ну вот, не случилось, и я хотела, Малёнка написала, что вот раз уж у меня такое не случилось, надо как-то уже отдохнуть хоть чуть-чуть, и я решила в Ярике оторваться. Я в Ярик поехала, Лёля, года 4 назад, ну не считая ту жуткую сумку за 900 или за 1000 с чем-то, я уж не помню, из Медведкова, я почитала, кстати, у меня есть карта скидочная 10% Медведкова, ну, не знаю, как кожа, но замку, заменитель кожи, или как это, дермантин. Из кожи юного дермантина, кто-то мне из девчонок говорил, или из знакомых, короче, кто-то мне говорил, в смысле знакомых парней, кожа юного дермантина, мне показалось, что забыла выключить свет в коридоре, но я его еще не выключила, в смысле, выключила, я просто включила 5 лампочек, аж 5 лампочек на потолке, на новой люстре. Короче говоря, извинялись, кашляю, кого-то это расстраивает, напрягает и вообще психоз вгоняет, весна все-таки, обострение еще продолжается, короче, в общем, посмотрела я отзывы даже вконтакте и вообще в интернете по поводу Медведкова, и действительно отзывы уже как-то, видимо, они как-то сдулись. Потому что, ну, сумка раньше у меня вот таскалась, 4,5 года таскалась, 3,5 года таскалась, но чтобы за 6 месяцев сумка развалилась, это вот, у меня было это, я хотела что-нибудь такое, типа, рюкзачка, но у меня есть женцевый рюкзачок, чисто ездить на велике в соседнюю деревню, в пригород за молоком, Кузьм. Я его уже протестила, правда, не на совсем сильный пригород, но другой такой микрорайон, который вообще городом, ну, за городом, короче, в поселок ездило на днях на велике с этим рюкзачком, и он выдерживает самопальный там рюкзачок, в смысле, на заказ мне когда-то там шила мамина одноклассница серии тех людей, вот, которые где-нибудь да напортачат, а деньги берут охренительные, будто это вообще там какая-нибудь суперфирма. И, в общем, я хотела тупо какой-нибудь рюкзачок, который можно носить не только рюкзачком, но и на плече, или еще что-то такое, и вдруг, внезапно, знаете, приходите в магазин, хотите что-то конкретное, покупаете, вот такое вот. Джейнс Тори в Ауре, 1400, скидка 20%, сделана в Индии, чем-то таким, как мне было сказано, деликатная стирка в стиральной машине, которая скоро у меня будет, вот эта стиральная машина, деликатная стирка в стиральной машине, 30 оборотов или что-то такое, там еще инструкция по применению, как ее пользоваться и стирать. Гарантия 30 дней на фурнитуру, если вдруг что-то валится. Сделана вот такой вот шикарный брелочек, прям на ней вот фик снимешь. Вот брелочек такой. Тут такой типа кружочком. Ну, кому интересно, я могу потом сфоткать и ВКонтакте скинуть. Хотя мне как-то кто-то писал в каментах, кому это может быть интересно. В общем, если вдруг кому-то интересно, вякните в каменты, я зафоткаю ближе. Тут такие бусинки деревянные. Короче, такая типа эко-сумка. Ну, я ее так обозвала, на самом деле, я не знаю, какая она или нет. Пропитана она каким-то таким раствором, как мне сказали, что даже если я попаду с ней под дождь, то внутри ничего не намокнет. Ну, и то, что ее можно стирать в машинке стиральной. Вот. Я не знаю, вот так вот она. И я хотела, конечно, чтобы она там в ручку удлинялась. В общем, я хотела, то, что я купила, я хотела совершенно другое. Но я вот ее увидела, а я еще по своему обыкновению, лоханутости, зашла в магазин самых дорогих сумок. И мне еще Ленка сказала, что ты че, сумки за 600 рублей уже никто нигде не продает, что это было 4 года назад. Если это 4 года назад было, то не значит, что типа сейчас есть. Ну, я в таком танке классическом. В общем, она мне очень нравится. Она сейчас не битком, но набитая. У нее кармашек внутри на змейке, на кармашке еще кармашек под телефон. Но, я думаю, не смартфон, скорее всего, какой-нибудь просто кирпичик. Но смартфон я еще туда не скупала. Тут очень хорошая змейка такая. Я с Аленкой, мы сидели в кафе, у нас там такой мелковлог записался на ее фотик. Я думаю, что она сегодня или, может быть, завтра. Короче говоря, может, уже даже выложила. Это я-то уже приехала, это у меня вообще, сейчас скажу, сколько. Мне без 10, без 22, 49. Мне завтра вроде еще в деревню пидеть. Я не буду фотик брать, потому что я там, скорее всего, буду уставшая. Из плюсов я смогу там оттуда взять, наверное, это изолы, чтобы... Я тут как-то изолу варила еще на той квартире, смешивала ее с горчичным порошком. И очень хорошее средство получала для матья посуды. Короче, в общем, на Аленке инфотик мы записали мелкий влог. И в кафешке там на третьем этаже... На последнем этаже ауры в кафешке мы сидели. И я как раз тут за столиком перекладывала из своей сумки, с которой приехала в эту сумку. Ну и так еще. Подарками обменились. В общем, как Аленка мне сказала, я с ней еще посоветовалась записать один видос полноценной покупки подарки. Кольцо сваливается, я его сниму. Это, наверное, тоже сниму все равно, это не особо видно. Ладно, потом с ним и не снимается. И вот это тоже сниму. Корейское кольцо серебряное с фианитами и этим самым... Как он там? Шунгитом. В общем, я думала сначала записать по отдельному видосу про каждые покупки, а потом... Что-то вот Аленка посоветовала, если она сказала, один видос записать. В общем, покупки и подарки. Я с ней... Я не увидела в видео вот эту вот замечательную щетку. При том, что у меня аллергия на химические средства Фаберлик. Ну, в смысле, на ухаживающие и все такое, как выяснилось. А вот это же все-таки деревянная щетка. Это деревянная щетка Фаберлик. Я у нее спросила на днях вот в ВКонтакте. Я говорю, у тебя на пункте есть такие щетки? Если есть, я бы заказала. Она говорит, на пункте типа нету на нашем личном. Она говорит, у меня есть, но я ей пользовалась типа один раз. Если тебя устроят, я могу подарить тебе. Я говорю, да без проблем. Думаю, хоть три раза, хоть десять раз пользовалась. Деревянная щетка, потому что у меня вот эта стабильно, вот эта штука остается на волосах, которую я покупала в Кадо. Маленькая, деревянненькая. И в нее уже два или три зубчика приказала долго жить вообще не знаю где. Такая классная вообще. Классная щетка. Она, конечно, большая. Больше, чем мне казалось. Но она деревянная. А мне вообще что-то в этом городе с деревянными щетками фиг найдешь. Я как-то не видела их нигде. Так. Она мне принесла пять духов на затест. Ну и написала сегодня в ВКонтакте. Еще вчера писала, что типа если мне понравится, то она мне задарит. Это у нас Каори Юдзу. Не Юзу, а Юдзу. Юдзу, тот самый Юдзу, который, если вы смотрели, не скрывая крик, там был такой Юдзу. Еще Манго тут, другая команда ее. Даже я ее на Атакумоль пыталась переводить, но что-то начала и забила. Потому что на тот момент дофига других проектов было вроде Дропс. Ну и, в общем, оказалось, там еще несколько человек в нашей команде, не скрывая крик, что тут перевода. Аниме-то как бы закончилось, а Манго-то продолжается. Но какая-то команда подцепила этот, не скрывая крик, анонимный шум. Если на английском его воспроизводить по-другому. Я по-другому просто перевела чисто для себя, когда на Аниме шло. В общем, и там был такой Юдзу. Я не помню его полное имя. Может, он Юдзу и был. Еще есть Юдзу. Правда, мы его переводим Юдзуру. Я сначала редачила. До меня это кто-то другой редачил. Цветок моей печали вчера буквально сдала эту. Все мне никак не получалось добить. Сделать перевод два дня меня все кому не лень отвлекали. В общем, там тоже есть Юдзуру. В общем, дзу-дзу-дзу. Каори Юдзу. Фаберлик. Вода-то туалетная. А тут парфюмерная даже вода там. В общем, вот такое. Ну, Аленки, если кто... Есть подписчики, я знаю, которые смотрят у меня и Аленку. Они, я думаю, видели у Аленки обзор вот этого. В общем, вот такое оно. Практически полное. Я зацепилась своей стрекозой за сумку. Сейчас я цеплю глаза стрекозой от сумки. А в общем, вот такой флакончик интересный. Чем-то таким я уже забыла. Она считает, что похожа на Элизабет Арден. Зеленый чай. Мне напоминает, вот вспомнила она и Фраше, и Кейнская вода уже сняты, скорее всего, в Вербена. Вот что-то среднее между Вербеной и зеленым чаем. Прикольно, короче. В общем, у меня в духов прибыло. Сейчас просто покажу. Аленка удивилась, я тоже удивилась на саму себя. Лесной ланд, цветы России. Когда-то я дарила своей бабушке. Когда-то, наверное, обозревала даже, может быть, и говорила, что вот у нее там в каких-нибудь коллекциях парфюмов какой-нибудь запрос или что-то в этом роде. И, в общем, три дня, уже четыре дня я у Юдзу усилена. Внезапно. Юдзу-Юдзу, да. Юдзую. Ну, скажем так, да, усилена. Лесной ланд, что-то он мне так нравится. Раньше он мне, вот, я в каком-то видела, что по-дому говорила. И те, кто вот там от начала Лёли, введение блогов, а не просто закидывание на Ютуб, как архив какой-нибудь всякого музыкального и литературного чего-нибудь. Я думаю, помнят, скорее всего, ну, вдруг кто-то видел, смотрел внимательно и так вот все в своей голове держит и помнит. Короче, у меня когда-то таким ароматом бабуся спрыскивала углы после того, как наша предыдущая кошка Дашка из вредности гадила не там. У меня ассоциировался аромат вот этих ландышей именно со свежителем кошачьего туалета. Но внезапно, вот, как-то так, это у меня котик. Он тоже нужно достать, нечасто с собой таскается. Это у меня подзарадное устройство. Я просто пытаюсь найти тут сумки, еще что-то такое было от Аленки. Да, вот. Вот это, кстати, вот Филовина была. Как мне, не помню, да, вроде говорила, что это какая-то там авторская сумка, авторская работа, дизайнерская. Там полочка такая была дизайнерская, дзюсту, криозон или что-то в этом роде, саммер коллекция. Вот я только не поняла, это саммер коллекция прошлого года или саммер коллекция этого года, и почему вот именно на нее была скидка 20%, остальные там были в основном такие с рыбками, очень много сумок с кошками под кошку, кошка-кошка, ну, такие рисованные кошки, они мне как-то не понравились. А вот это, она прямо, вот я много там сумок смотрела, она прямо смотрела на меня и говорила, Лёля, купи меня. Я поняла, что мы с ней друг друга хотим. К тому же она была одна единственная и на что не похожая. Так, сейчас я еще достану, в общем, вот, ой-ой-ой, благо не упал, в смысле, упал на сумку, не добился. Афаберик, аромания, апли, апли, в смысле яблоко. Афаберик, ну, пахнет оно, ну, какими-то, я не знаю, малинкой, какими-то ягодами, ну, не яблоком. Малинкой и карамельками. Вкусно, короче, пахнет. Аленка мне отдала, как она сказала, это пять духов, которые я могу отдать мне жабам. Ну, может, она не так, конечно, сказала, но такая жаба ее не задушна. В общем, вот такой прикольный флакон. Я его не увидела в обзоре в каком-то. Это у нас тоже Фаберлик, коктейл, коктейль-стори, история коктейлей, короче. Он голубой, и как мы с ней определили, и у него голубой аромат. Не в том плане голубой, но вы, конечно, можете подумать своим растенным мозгом. Что-нибудь другое про голубое. Ну, я уже, видать, нанюхалась. Но там в кафе, короче, он пахнет, похоже на Саммер Вайт, вот на этот Лайт Кокаин, потом еще что-нибудь. Короче, вот такой голубой аромат. Такие голубые ароматы, бывают такие голубые флакончики, у них такой голубой аромат. Вот то самое. Думаю, надо это убрать пока в коробочку. Чтобы и так-то баракла, за хрена. Но у меня сейчас отдельная полочка. Снова. Под это самое. Так, у меня тут есть пакетик. Тут какие-то две зефирки, а, они оконцерозовые. Аленка сегодня покупала себе на работу, я так поняла, зефирки, и ей понравились, она решила еще меня укусить. Тут пакетики чая, два липтона или как-то так. Так, и еще пакетики чая с чебрецом. Денкен. А, ну да, чебрец, который семья. Вот я сейчас как раз вот чаю попью. Есть-то вроде неохота. Ну чаю-то надо попить, потому что я что-то, ну совсем ничего не купила с собой в дорогу. Туда у меня было порой, вообще вчера купила фруктов. Два банана, три яблока. Два банана с яблоком я вчера захомячила, а на дорогу у меня осталось два яблока. В общем, на ней раскрывается этот аромат как-то странно. На мне он раскрывается нормально. Это у нас клубника, да, Адопт, Франция. У меня именно вот в таком флакончике когда-то я в Левгош покупала с ее пинка. Ну, как вот, типа, купи-купи-купи. Мне понравилось, я купила. Долго он у меня стоял, потом заюзала. Османус у меня такой был, желтенький, кажется. В каких-нибудь обзорах топудово был. А это вот тоже, скорее всего, тоже она, наверное, брала в Левгоше. Это у нас клубничка. Я помню, вот на одну руку прыснула вот это вот, каори, юдзю. А на другую вот эту, на эту руку прыснула раньше. Вот у меня одна рука один пахла, другая другим. Ухо чешется. Короче, тут 30 миллилитров, ну, чуть меньше миллилитров. Ну, короче говоря, вот такой флакончик прикольный. И он реально вот пахнет на руке, вот раскрылся такой вот клубничкой, какими-то ягодками, ну, клубничкой, с сахарной клубничкой, какой-нибудь карамелькой клубничной. Клубника со сливками, вот такие карамельки. Что у меня тут еще что-нибудь есть? Из того, что надо показать. Деньги. Вообще, мне эта сумка нравится. У нее, знаете, вот подкладка, ну, в смысле, я не знаю, вот видно там будет или нет. Сама вот эта тряпочка, еще внутри какая-то такая тряпочка. В общем, если бы я эту тряпочку одела на себя, я думаю, в ветреную погоду мне было бы не холодно. А, да, вот у меня правило, гарантия, условия эксплуатации этой сумки. Где-то она тут открывалась, я еще в автобусе ее открывала. Ладно, потом открою. Так, чеки всякие. О, да, забегаю вперед. Ну, раз, а что она у меня попалась, я была сегодня еще в Вифраше, соответственно, в Вифраше. А так как Аленка до четырех на работе, я приехала где-то без десяти четыре, уже в четыре с чем-то была в Ауре, ну, как бы у меня было время, я там зашла в Вифраше. Потом мы, правда, с ней еще раз зашли в Вифраше, она уже что-то себе купила. Надо когда-нибудь там это обозрить. У нас тут Диез Лето в Огонь, аниментированная коллекция. 18-го года у меня кот забрался в коробочку со стопками, с хрустарем, впрочем, еще, надеюсь, он ничего не раздолбает. Короче, вот мелкие миньки этого гелика мне приходили на мыло, на электронную почту, рекламкой, что типа вот подарок там или что-то в этом роде. Закажи что-нибудь и получи в подарок. На Вифраше на сайте я уже год с лишним не делала заказов. И где-то, наверное, полгода, может, даже больше не была вот в Вифраше вском магазине. Ну, он у нас же только, в принципе, вблизи только в Ярославле и в Рыбинске. В Рыбинске я бываю вообще раз сто лет. В Ярославле вот, ну, намного чаще, но в Ярославле тоже давно не была. Вот такая вот. Действует она, по-моему, так, с 14 мая по 3 июня. Не знаю, буду ли я еще в мае в Ярике. Ну, в смысле, сейчас-то еще апрель. Но тут подарок идет при покупке набор педикюра. Ну, в общем, пилочка, кусачки и фиговины для пальцев. Пилочка у меня есть, хотя гринмамовская, по-моему, мне приказала долго жить. Я ее, кажется, на той квартире оставила. Но у меня просто есть какая-то пилочка. Ну, в смысле, это пемзочка и фрешевская, кстати, еще. Потом пальчики. Мне вообще не понимаю смысла этих пальчиков. Ну, вот из этой серии я бы, может, что-нибудь себе купила. Ну, я думаю, эта серия еще все лето будет, скорее всего. Так. Опять какой-то чек. И еще какой-то чек. Ну, вообще, я хотела сегодня поесть пиццу. Мы, в принципе, с Ленкой ее поели. Правда, не совсем удачно. Но мне больше повезло. У меня там было три кусочка пиццы и салатик такой, там, думаю, в мелком логе будет видно. Я вообще зафоткала, по-моему, только один кадр вот этой всей еды частично Ленкиной, почти всей моей. Там перчик был порезанный красненький, тоненький огурчик, помидорчик, укропчик и этот самый. Петрушка. И все это еще, видимо, подсолнечным маслом полито немножко и чуть-чуть перчиком подсыпано. В общем, в принципе, салатик был вкусный. Первые два куска пиццы были тоже нормальные. Ну, там был пицца с грибами. Какой-то гриб мне показался не совсем вменяемым. В общем, ну, мы там с Ленкой сказали по поводу этого кафе. Я даже не помню, как оно-то вообще-то кафе называлось. Тут что-то мне такое дали. Что это мне такое дали? Пробник. Успокаивающий, увлажняющий крем, чувствительная кожа. Вот они, наверное, поняли, что у меня кожа такая сильно взбудораженная с переезда-то. И хочется успокоиться и увлажниться. Потому что Ленке дали другой пробник крива. Что у меня тут еще? Есть что-нибудь такое? Включи от второй квартиры. Так, вроде больше ничего нету. В общем, сумочку я пока ставлю на пол. И сейчас я достану. Что первое попалось? Последняя моя покупка в Ярике, в той же Ауре. Я перемерила две пары леггенсов и две пары брюк. У меня, наверное, тупо было какие-нибудь спортивные домашние брюки, в которых можно и дома пошляться. И от одного дома в районе, где я сейчас живу, до другого дома в этом же районе, до другого района дойти. Ну, или, может, так, по улице еще куда-то. Там, до магазина, как-то так. И мы сначала хотели в Рио, но уже в последний момент. Ну, так как у меня время было ограничено, с 4 до полвосьмого, потому что она была в 8 последний билет, как-то, еще добраться как-то, то, в общем, решили Рио перенести на когда-нибудь потом. Мне еще родня говорила, что там Рио надо. Ну, пораньше было как-нибудь приехать. Короче, вот у меня тут пакетик фирменный. Покупай онлайн твое. Дарим 500 рублей на твое Ру. У нас когда-то очень давно был магазин Твое в Угличе такой. У меня там даже была какая-то скидка, ну, такая негласная, потому что он как-то закрылся. Точнее, там продавщица знала, что я очень часто туда прихожу, и, допустим, я там на 2 с чем-то тысячи делала покупку, и у меня выходило, ну, где-нибудь на 1800. Может быть, слышно было, как ход овёт. Еще маленка выбирала мне. У меня, кажется, низ, нижнее полушарие мозга 46-го размера, а здесь слегка подросло что-то. Но при этом на меня налезли голубые брюки, которые я покупала в Белоруссии, льняные два года назад. В прошлом году вообще не лезли, они не лезли даже вот выше колена. А тут налезли, застегнулись, и все нормально. Видимо, я все-таки похудела. Хотя подружка Маша говорит, что с переездом, типа, это такой стресс, нервы, то-сё. Потому и, типа, похудела. Что это у меня тут такое? Пакет твое. 0,0 рублей. Пакет твое. 0,0 рублей. Спортивные брюки. 399. Причем какие-то я до этого мерила, они были 599. Ну, грубо говоря, штаны за 400 рупий. Чего бы нет. Вот пакет. Я, правда, не поняла, какой там еще пакет, потому что тут только один пакет. Может, у них один пакет в два раза печатывается. К ним, конечно, тоже будут всякие коты волосатые прилипать. Ну, в смысле, волосы котов. Ну, да ладно. У меня сейчас тоже на мне новые джинсы черные. Специально покупала. У нас какая-то планета обуви, одежды открылась для всей семьи. Кажется, не принимают наличку, принимают чеки, выдают при этом. В другом отделе, где раньше у меня у сестры был магазин в предыдущем, предпредыдущий магазин, скажем так, да. Ну, в общем, тот же сам магазин, только в другом зоне, где снимали помещение. И там вот полностью так все много выкупилось. Я тогда, помню, 8 джинс перемерила. Причем, знаете, 29 размер стоит. Вот одни не нарезают, одни еще две меня врезают, а одни какие-то с дефектом. В общем, я не знаю, как там эти размеры ставят. Ну, в общем, я думала, что я еду в круиз, но она была джинс, потому что у меня синие джинсы приказали долго жить. Почти два года относила, ну, полтора года, скажем. Две зимы и сколько-то там. Вот тут у нас. А они, окажется, сначала были за 700 рублей, но вот у них, слушайте, у них двойная скидка, точно. Вот у них была скидка. Сначала они стоили 699, потом 499, и уже по скидке, видимо, какая-то скидка, может, шла еще. Потому что они мне обошлись и здесь вот 399. Я еще тогда удивилась, думаю, она вроде одна, а как-то вышла по-другому. В общем, вот. Такие брючки. Книзу они пошире. Правда, они мне слегка длинноваты, но я думаю, их еще можно загнуть. В общем, у меня тут покупка номер 2 после сумки, да, вот это. Потом у меня тут Аленкин каталог, чисто полистать, узнать, что есть. В общем, полистаю потом. Хоть она решена, там через какое-то время будет уже не действовать. Ну, чисто ассортимент, я думаю, практически все тот же самый. Мало ли, какая расческа еще понравится. Так. Вообще, вот тут был желтый пакетик Аленки, и в нем все это было, то, что она мне подарила. Но я часть из пакетика разгрузила в сумку, часть еще куда-то разгрузила. Так как я показала, сколько, 4 духа, у меня еще 5 духи в каком-то пакете есть. В общем, вот у меня есть пакетик. Вообще, пакетики всегда пригодятся, потому что у меня с приедом как-то эти пакетики все куда-то уфинтюривались. Сохраним планету вместе. Заботясь о чистоте окружающей среды, мы используем только белые разлагаемые пакеты, которые безопасны для природы. Ну, я отлично молодцы фаберлийкой. У меня кот забрался на стенку. Надеюсь, он ничего там не похреначит. Вообще, его Аленка завязала, но он у меня уже, по-моему, а нет, он еще не порвался. В общем, вот такой тут пакетик еще. Я его потом развязала и завязала сама. Сейчас попробую развязать. Кот у меня буйствует. Видимо, по-моему, это как-то в новом помещении столько времени без меня, хотя мне кажется в этом помещении он уже был без меня и подольше. Ох, ох, завязать-то завязала, как развязать. Чую, видос будет длинный. Ну, мне еще, правда, завтра в деревню ехать, как я говорила, вставать ранее. И обещала я ранее приехать и сразу спать, но мне еще как бы надо чайку попить. Пакет, развязывайся. Ну, это видос длинный для тех, кто, наверное, соскучал уже по моим видосам. Ой, блин, надо было звонок посмотреть в Ярике, а я что-то там столько магазинов спустилась в Ауру на самый нижний этаж, где контакта есть, и зашла в какой-то магазин, значит, там обувь и сумки. У меня продавщица подходит, типа, вам что подсказать, и я говорю, знаете, вообще не знаю, что хочу, потому что первый раз на этом этаже вот так конкретно гуляю. Она говорит, ну, говорит, с одной стороны детская одежда и детские вещи, с другой стороны обувь и сумки. Я говорю, ну, точнее вообще одни сумки, в общем, как-то я потом ушел и вырулила кантане. В общем, такая баночка, поздравляю, так как мы с ней на Новый год не виделись, то это баночка к Новому году. Поздравляю, от Фаберлик. Баночка под чай или еще под что-нибудь, может, под какую-нибудь там крупу, рис, гречку. Вот этот вот она мне задарила гель. Это у нас, чего это у нас? Так, под контролем Франции, лимитка новогодняя, гель для душа и ванны, снежная ваниль. Такую же дарила подписчица Ирина, которая ко мне первая являлась навстречу верующего с Ролькой. Вот такая, вот я и на Ленке был обзор Эйвона, кажется, и вот там была эта пена, мне такую же пену дарила мамина подруга на день рождения, кажется. В общем, очень классная пена, я вам советую, это вот Эйвоновская пена красные ягоды. Вы хорошо были, кажется, красные ягоды, пахнет такой очень нежной, чел, суперской ванилью, четкой ванилью, скажем так, 250 миллилитров. У меня тут пена для ванн есть. Еще одна пена для ванн, тоже Эйвон, мне вообще очень нравится, вот в таких пузырьках вообще пена Эйвон мне очень нравится. Значит, с ароматом Баблгам, пена для ванн, новенькая пенка, у меня еще там в запасах две пенки, одну какую-то я покупала, одну какую-то мне, кажется, подписчица, кто-то из подписчиков, короче, дарил. И это вот еще пена для ванн, и пена гель для ванн, пена для ванн она не очень, но как гель для душа она хорошая. Еще гель для душа у меня Эйвон Сенсос, гурме коллекция, сладкая мечта, темный шоколад и кокос, увлажняющий гель для душа, а, гель-крем для душа. Сейчас я его скрою на понюхать. Вкусно пахнет. Насчет кокоса не знаю, но, может быть, кокос с шоколадом так и пахнет. Так, вот еще она у меня, Аленка увидела у меня в этих пустых баночках, что у меня закончился мой Эйвен Эсмирайз Блэк, который мне дико нравился, вот один в один флакончик, я так поняла, что ей он стоит без дела, а мне он нравится. В общем, слушайте, у меня шесть духов от Аленки. Так, в общем, пакетик закончился. У меня тут пакетик, который мне вообще в этом пакетике задаривали за одну штуковину советско-союзную, подарочек, но я его не обрисовывала, потому что задарили еще на той квартире некогда, и я с ним проехала к родне, оставила его, почти часть, большую часть его оставила у родни, и просто уже забирала, уже когда, точнее, родня мне сюда привезла, чтобы не тащить лишние мешки, кульки, из квартиры в квартиру. В общем, пакетик у меня остался, подарочный пакетик. В нем первое, что я достала, это полотенце, вот в Эфраше еще действует, сейчас он действует, короче, на предыдущую квартиру, специально ездила, по-твоему ящику проверять, но я в Эфраше сегодня поменяла адрес, они, правда, сказали, что-то не сразу возобновится, что на другой адрес мне будут идти их открыточки присылать, ну, я там оставила имейл и телефон, что-то, и отметила галочками, что я согласна и на смс-рассылку, и на имейл-рассылку, потому что что-то на имейл мне раньше дублировалось, а на имейл тут как-то перестало приходить. Ну, короче говоря, там, если за 200, на 200 рублей что-нибудь купишь, ну, как обычно, скидка 30% на какой-то продукт, кроме вот этих вот лимиток, серии, ценники помечены зелёной точкой, ну, как понятно, кто знает, кто их хорошо пользуется, вот этих вот призерок тоже. Хотя иногда на призерке тоже бывают скидки очень редко. В общем, если на 200 рублей что-нибудь купите, то вам такое полотенечко в подарок. Мне кажется, уже от них было какое-то год назад красное полотенечко, может быть, даже точно такое же, потому что вот на сайте у них сейчас подарки идут такие, которые в 2011 году были, в 2012. Там красная такая толстовка, типа флисовая кофточка с цветочками вот здесь вот. И плед такой, который у них уже несколько раз повторялся. Толстовка у меня была две штуки, еще я тогда с Женькой общалась, ей дарила, и кому я только их не дарила, эти толстовки. В общем, тут у нас цифры, размер 50 на 100 сантиметров, 100% хлопок, хлопок, горячая окраска, сделана в России. Ну что, прикольно. Чаще всего они где-нибудь в Китае или в Индии, а тут в России. Круто. Октябрь 2017 года. Значит, это другое уже полотенечко. У них просто была красненькая полотенечко, вот не знаю, она у меня жила или уже нет, но, в общем, было оно. И у него такой вид был, будто им уже пользовались. А это уже нормальное полотенечко. У меня пакетик какой-то. А, это в этом пакетике я там травяной сбор везла Насте, которая не явилась, и Аленке, которая, надеюсь, ей передаст, если когда они там встретятся. В общем, новинка, там новинка преданная, после, предпоследняя новинка я купила, и вот последняя для новинки, это у нас, вообще не поверите, Лёля, мы прошли, купила именно то, что хотела, а не как обычно пришла и купила всего дофига. Гель, ванная, душа, гранат и пряные ягоды. Вот чисто для меня пахнет гранатом, который у них есть в серии Шардан-де-Монт. Вот чисто гранатом, не знаю, как с душем может будет раскрываться там вот какие-нибудь непряные ягоды, ну, в смысле, и пряные тоже. Да, тоже это новинка, вот вместе с этим вот, это две вот последние такие новинки. Мне-то еще на открытке это было, ну, это хорошо. Гель для душа, и ванной, макнолия и белый чай, насладитесь расслабляющим, элегантным ароматом макнолия и белого чая. Но они все три сделаны, короче говоря, в России под прицелом Франции, под присмотром Франции. Я принюхалась, не знаю, чем пахнет. Вот там в тестерах можно было понюхать, и мне казалось, что пахнет этим самым. Ну, макнолия, и как-то чем-то таким вот пахло. Не знаю, насчет белого чая, мне там что-то вкусное казалось. В общем, у меня, слушайте, сейчас все эти ароматы смешались, которые я попробовала. Думаю, что у меня пахнет таким унисексовым, мужским, любимым моим ароматом. Ну, в смысле, не только мужским, но он чаще всего мужской бывает, но вообще унисексовый. Вот такой вот, вот такой аромат. Вот сейчас вот чем-то таким вот пахнет. Вот у меня такая есть малюсенькая душка от подписчицы. Подарок вот с Украины. Кстати, я сегодня пользовалась ее этой помадкой, клиник. Такой карандашик с собой таскаю в сумке. В общем, это у нас рептит РБ. Ну, маленькое черное платье, вот маленькое черное платье, вот оно пахнет именно так, как вот сейчас у меня все эти блюхи, которые я на себя прескала, перемешались. И, в общем, это предпоследняя новинка. Еще она весной, когда в начале года вышла, но так как я в Ярик не могла попасть, вот по всяким каким-то причинам, то купила я ее, вот когда сегодня приехала туда. Тоже 200 миллилитров, 3 геля по 200 миллилитров, 447 рублей. Мне это обошлось. И тут у нас тоже сделано Россией под предсмотром, Франции. Гель для душа и ванны, хлопок и мимоза. У меня что-то здесь вот чисто хлопок, ну и еще что-то, какой-то отголосок непонятно, может быть еще и мимоза. Так, на этом пакетик закончился. В этом пакетике была сумка. Еще у меня тут это журнальчик из Organic Shop. У меня еще теперь карта есть у рынка тоже. Там, ну, надо было заполнить бумажечку и тебе бесплатно давалась карта скидочная, дисконтная. Но они мне подарили журнальчик сказать, что, типа, что-то там, ну, стали разговаривать с этой, там, кстати, такой классный магазин. Там разрешают фотографировать, видео снимать. Вот Ален как спросила, говорит, можно поснимать. Говорит, можно вообще, без проблем. Можно снимать там видео, можно снимать влог. Можно там, напоили вообще чаем, по-моему, кипрей с этим самым, с сосной что-то такое. Ну, крепкий, очень вкусненький чай. Там можно было конфеткой угоститься или яблочком. Ну, как бы, что-то мы уже чаем напоилися. Причем, ко мне подошли, там, типа, не желайте чаю и вообще не пилать сначала, что-то меня хотят. Переспросила мне так вежливо, вообще, очень вежливо, обходительно. Люди вообще, знаете, вот, все бы магазины в России такие были, в России бы было на 98% меньше психованных людей, нервных и так далее. В общем, что-то разговаривали с продавщицей, тогда говорит, вот, говорит, мы еще журнальчик выпускаем. Она выдала мне журнальчик. В автобусе пыталась полистать, но было уже слегка темно. У меня очередной фирменный пакетик. В общем, у меня из твоего, из твоего пакетик, потом из Organic Shop пакетик, из Jane Story пакетик, а еще из Contato пакетик. Еще вот такой пакетик. И тут у нас, ну, у Юли мало же гелей. Ну, слушайте, гель 270 миллилитров 77 рублей. Шесть месяцев после вскрытия. Декабря прошлого года до декабря 19-го года овсянка с сервером. Великолепно, называется овсянка с сервером. Великолепно увлажняющий биогель для душа. Тут органические эстракты овса и белого винограда. Я просто вот овсяновый, овсянковый гель видела только, по-моему, у Ифросе. А тут что-то такое ило, мне так название понравилось, решила купить. Вообще, я туда ехала для какой-нибудь маски для волос. Это вот Organic Kitchen везет же некоторым название такое. Двойное очищение биомаска для волос и кожи головы голубая глина и розовая соль. Вот такая вот. И, кстати, вот знаете, я покупала на зоне Organic Shop бальзам. Да, Organic Shop бальзам и вот в таких же баночках Organic Kitchen Organic Shop был точно такой же бальзам. И еще вот такой гель на кассе можно было купить маленькую виньку там от 38 до 49 рублей. Я там не помню, там 100 миллилитров или 50, как-то так. Типа тестера такого. Там же, кстати, я видела твердый шампунь в такой же баночке, но у меня еще есть твердый шампунь от Саванной. Ой, все 100 миллилитров. Я одеваю. А еще мне в подарок положили в общем пробник жасминовый крем для рук предназначен для защиты и питания кожи в течение дня. Содержит шерсть, я считала шерсть, честно. Содержит шерсть активных масел, содержит шерсть активных масел, которые способствуют глубокому питанию и восстановлению. Чилиный вос, богатый витаминами и минералами депантенола, кедрововое масло, ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Просто у меня уже голод что-то устал. Тут 4 миллилитра 12 месяцев. Представьте, дневной жасминовый крем для рук. Надушен жасминовым абсолютом для защиты питания кожи. 12 активных компонентов, 5 биомасел и 7 магических каких-то травок, наверное. Еще там на кассе просто стояли и по акции не предложили. А у меня как раз что-то для ног давно уже ничего нет. Тут Планета Органика, Мертвое море натуральное, что-то в этом роде, если перевести на русский. Минеральный крем-бальзам для ног смягчение питания. 16 минералов Мертвого моря, экстракт Таворского дуба и органический воск лавады. Такое вот. 12 месяцев после вскрытия 75 миллилитров. Так. По срокам я, правда, пока не поняла, что тут где. Так. Смягчение питания. Вот я сейчас пойду в душик и заюзаю его. Потом в пустых баночках от рекламных. Тут скажу, короче, свое мнение. Так. Тут у меня какой-то чек еще. Там не был какой-то чек еще. А, да. Вот это все вместе у меня вышло на 309 рублей. Халявный пакетик, пробничек, уже мальчик, завесок, плюс еще карта. Там, кстати, как я поняла, у тех, у кого день рождения по этой карте максимальная скидка 10% идет. Той, скоро день рождения у меня-то уже прошло. Так. Что у нас тут осталось? Немножко пакетик, по-моему. Не сорвался, не сорвался. В общем, ну, я тут это, свою близкую родственницу решила порадовать. Просто покажу сам пакетик. Тут наполнение. Чай, который себе в меньшем количестве купила. Потом шоколад и дрожешки такие. не знаю, то ли орехи, то ли изюм в шоколаде в какой-то отсыпке. Но мне что-то подобное в то время Юлька присылала. у меня тут точно такой же. Это ванильная шоколадка молочная райская птичка. 45 грамм. Изготовление 9 апреля. Один месяц с другом. До 9 мая ее надо сожрать. Классическое птичье молоко с добавлением бургонской ванили. В молочном шоколаде идеально подойдет к чаепитию. В общем, тут у нас тростниковый сахар, какао-масло, какао-тертая, сухое цельное молоко, соевый рецитин, натуральный ароматизатор, ваниль, вода, масло сливочное, молоко сгущенное, в кубочках молоко, нормализованное, сахар, 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 лактоза, агар-агар, экстракт ванили, сухой яичный белок и лимонная кислота. Нормально, вот сейчас чаем выдохом лечу. И вот этот чай себе купила, вот чисто 30 грамм, ну 32 грамма тут на пробу, тут лесные ягоды, знаете, мне открыли, там вообще такая коробочка, куда-то на самый верх набрался, черный чай и вот там ягоды сушеные, такие большие, яркие, взрывной купаж на основе цейлонского, индийского и китайского черного чая с добавлением клубники, ежевики, малины и бузины. Ярко выраженный ягодный вкус освежает, утоляет зазу и наполняет летним настроением. В общем, вот. Конечно, цены там кусаются. Ну, у меня скид, дочная карта, там 5%, там 44 рубля, кажется, была скидка. Ну, такой пакетик. Ну, я решила, что иногда можно себя и не только себя побаловать. Так, что у меня тут? А, тут у меня последние духи. Последние духи это у нас Фортуната, Фаберлик. Такой интересный аромат. Аленка обозвала, что меня иногда тянет на ретро. И вот, видимо, это ретро аромат какой-то такой. А, у меня же там еще чай от Аленки. Как я забыла? Вот моя рука достала. В общем, Фаберлик, Титровель, китайский молочный улун, 15 пирамидок. Ну, и у нас тут этот состав зеленый, чай зеленый китайский листовой, натуральный ароматизатор молока. Не содержит кем мыло. Вот, что я сегодня из нее заварю. Ну, а тут у меня сумка, с которой я ехала, не поверить, я когда-то, вот она что-то свет не передает эта камера сегодня. То цепляет, тут полностью все передает, то не очень. Она очень фиолетовая сумка. Тут она намного темнее идет. Очень фиолетовая сумка, там кармашек один внутри, на змеечке маленький. Не очень что туда влезет. Вот. Ну, она, в принципе, долго у меня жила, много выдерживала. Много. Хотя вот в такую сумку много не положишь. Это я и покупала еще в свое время спинкодимы, с которыми мы уже больше не общаемся. Я не знаю, по какой причине его спросить надо, но он меня и норит. Да благословит его в дом. Короче, тут вот эти квадратики, которые пришивают эти ручки, они слегка другого цвета, чуть поярче. Этот более холодный, этот более яркий, ну, более теплый, такой фиолетовый. Короче, я ее покупала за 150 рублей на Али. Когда-то давно. В общем, вот такой у меня обзор, у меня тут такая баррикада. Вам-то не видно, а у меня-то видно, у меня рука к мышке тянется. Короче, вот такой у меня видос обзора покупок-подарок. Как вроде больше ничего не забыла, все, что можно, выстресла и достала. хотела сказать, надеюсь, вам понравилось, там на 40, не знаю, если верить моим глазам, там что-то у меня 44 минуты выходит запись. Даже если вам не понравилось, честно, мне фейли этого. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока. Встречайтесь, друзья. Игорь Негода.